Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришёл следующий вопрос. Буквально погружаюсь в мир мечты и фантазии. Психология не помогает. Как быть? Общими словами, тут достаточно сложно ответить, потому что надо, конечно, говорить предметно и подробно. Но чем смогу, помогу. Во-первых, надо понимать, что за мечты, что за фантазии. Если ты живёшь мечтами о том, чтобы у тебя был красивый автомобиль, богатый муж или небогатый, хотя бы такой, с которым рай в шалаше. Ну, сейчас так никто уже не мечтает. Мечтать так мечтать, чтобы и принес на белой Мерседесе, и же с ними, и все прилагающие плюшки прилагающиеся. И вот я с вами суперзвезда. В общем, все вот эти нелепые мечты, которые ни о чём. Это, конечно, большой вред вам принесёт, потому что это ближайший путь к неврозу. Потому что вместо того, чтобы что-то делать для того, чтобы достичь желаемого, вы просто мечтаете и желаете. Да, надо планировать. Да, надо строить какие-то цели и потихонечку идти к ним. Но чем больше вы будете в этих грёзах жить, тем, собственно, хуже для самого дела. Я уже молчу о всяких там марафонах желаний, аффирмациях и прочей ерунде, которые вам продают зашельные деньги. Но есть ситуация другая. Есть такое понятие, как навязчивые грёзы. Каждый психолог с ними знаком. И в них живут, если не половина, молодёжи. То, как минимум, значительная часть. Это подростки или молодые люди с достаточно богатой, хорошей фантазией, которые создают в своём уме какие-то интересные истории, какие-то параллельные миры, мультивселенные, уникальные герои с разными характерами, разными историями, с судьбами, которые переплетаются. Ты можешь общаться, как правило, они общаются с другими ребятами из разных стран, бывает, из разных городов, по интернету, в сообщениях. Устраивается сообщество, в которых обсуждают своих персонажей, пишут огромные истории годами. Так что повествование обрастает с сотнями персонажей, и они этим живут, им интересно. Все великие писатели, и фантасты, и также Джон Роллинг, и музыканты, и художники, они все живут этими грёзами. То есть достаточно хорошая фантазия, которая создаёт прекрасные художественные произведения. Но ты можешь настолько увлечься, что тебя окружающий мир перестаёт интересовать. Ты настолько ходишь в них, что тебя раздражает человек, человек, который просит тебя сейчас отвлечься от ничего не делания и помыть посуду, попылесосить коврики, развесить бельишко, заняться простой рутиной его работой. Ты только что был в каких-то невероятных мирах. Волшебники, драконы, подземелья, гномы, феи, выдуманные существа, другие галактики, другие планеты, другие измерения. Ты прям переживал это всё реально. Бубах тебе, как обухом по голове. Пойди помой посуду, три часа ничего не делаешь. Сидишь на одном месте, хоть бы книжку прочитала. Тебе не надо книжка, тебе уже достаточно всего прочитала для того, чтобы создавать что-то своё. И начинаются проблемы с родителями, с мужьями, редко с жёнами, чаще всё-таки с мужьями, которым кажется, что ты ничем не занимаешься. А тебе хорошо. У тебя интересная история. Поэтому вы записывайте, друзья мои, на диктофон наговаривайте, на телефоне пишите. Вот ваши совместные эти квесты, или как они там называются, эти переключенческие истории, распечатываете, им пригодится. Вам кажется, что ваши миры, они какие-то блеклые, недостойные того, чтобы явить себя миру. Но я вас уверяю, для людей, у которых фантазии нет, а нас тоже таких немало, вот всё то, что вы нафантазировали, выглядит очень интересно и увлекательно. И может быть, даже кто-нибудь когда-нибудь и издаст. А не издаст, так в общем-то есть и сайты, где можно всё это выложить. И кто-то почитает и порадуется, скажет, вот какая замечательная девочка с хорошей фантазией. Может быть, даже и мужа себе такого же найдёте, Инна Кадырионова. Вот. Так что всё то хорошее, что у нас есть в искусстве, на самом деле, благодаря тем людям, которые вот этими, в этих грёзах живут и делятся с нами. Главное, не уйдите туда с головой, так, чтобы не пришлось вас в реальный мир вытаскивать уже с помощью таблеточки и чего-нибудь ещё. Не раздражайтесь, когда вас что-то просят сделать. Вы поймите, что есть всё-таки главные вещи. Есть ответственность за земное ваше бытие, за ваших детей, за жену, за мужа. Вот вы должны быть помощниками ваших родителей, вы должны быть созидателями общества. В конце концов, вы должны как-то на жизнь зарабатывать, а не только жить в ваших прекрасных мирах. Ну, поможет, знаете, когда ребёнка будете укачивать с 10 вечера до 3 часов ночи, оно пригодится параллельно что-нибудь ещё придумывать. Музыку, картину или какой-нибудь рассказ или стихи. И ещё раз повторюсь, не раздражайтесь, когда вас туда вытаскивают. Вы должны быть здесь больше, чем там. Это ваше хобби, это ваше отвлечение, это ваше расслабление. Это интересная жизнь. Может быть, в вечности, когда мы все умрём, вы увидите, что, оказывается, всё это можно создавать в реальности и даже в реальности вечного бытия. что угодно. Любые ваши мечты, любых ваших затейливых зверей, существ и созданий, и миров. Как знать, какие у нас будут возможности в переселении, в вечности, где уже нет ничего того земного, что мы видим сейчас. Наши возможности будут практически безграничны, хоть и ограничены евангельскими ценностями. Так что, главное, чтобы ваши мечты, ваши фантазии, ваши грёзы не мешали окружающим. Чтобы вы были полноценными членами общества, церкви, государства, семьи. И пусть это приносит, возможно, даже какую-то монетизацию впоследствии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok